друзья всем привет сегодня 9 июля понедельник я сегодня сам себя продюсирую хочу рассказать вам одну интересную ситуацию в которой может оказаться каждый из нас уверен все вы про эти ситуации знаете тем не менее лишний раз озвучить молодые водители всякое бывает вот смотрите у нас с вами сегодня автомобиль 2008 года mazda 6 этот автомобиль моего соседа звонит мне говорит диман произошла неприятная ситуация возвращаясь домой с работы останавливается перед пешеходным переходом чтобы пропустить человека и в жопу получает вот такой удар выходит из машины второй участник останавливается естественно не вызывают гаишников приезжают гаишники выясняют то что второго участника нету осаго и тут начинается стороны гаишников что-то из серии блин это муторный процесс и ранова идти в суд разбирайтесь сами давайте мы сейчас что-нибудь просто напишем а вы там между собой решайте естественно наш владелец автомобиля говорит им нифига ребята пишем протокол будем разбираться в общем составляет протокол что происходит виновнику дтп выписывать 800 рублей штраф за отсутствие осаго в первые 20 дневного оплачивают соответственно скидка 50 процентов ему выписывают штраф полторы тысячи за несоблюдение дистанции ему еще выписали там штраф 500 рублей он не поставил автомобиль на учет он купил новый автомобиль бы уж ты с пробегом но для него-то он новый и не успел переставить все как бы они разъезжаются о чем они договариваются ну давай там езжай общайся оцениваю ремонт и будем решать поехал к знакомым друзьям товарищем в автомагазины что вы думаете вот этот ремонт ремонт бампера раз ремонт задней двери крышки багажника я вам сейчас все детально показываю что в каком состоянии здесь есть скрытые повреждения ему оценили примерно с работами под ключ в 75-80 тысяч рублей то есть в круг кто-то скажет чего за все и это 80 тысяч можно найти дешевле значит если кто-то из вас готов все это качество выполнить там до 30 тысяч рублей за 40 обязательно пишите в комментарии либо пишите мне в личные сообщения с удовольствием рассмотрим ваши услуги но по факту вот все знакомые друзья товарищи говорят здесь ремонт не простой кузовщина дорогая поэтому ну готовься примерно вот такой ценник что происходит дальше естественно он озвучивает эти цены своему приятелю кстати приятель который въехал в него это сосед его через два дома живет но город небольшой все друг друга знают и поначалу он говорит чё 80 тысяч ну ладно решим проходит несколько дней он с кем-то проконсультировался пообщался и говорит не слушай я не согласен иди в суд что происходит дальше он начинает заниматься экспертизой то есть нужно экспертиза нужен независимый эксперт который приедет посмотрит автомобиль все распишет назначенный день они встречаются приезжает эксперт шесть с половиной тысячи рублей он берет за свои услуги сделал опись фотографии плюс там две тысячи рублей обошлось ему разобрать автомобиль заднюю часть но 500 рублей это сделать вот уведомление человека о том то что будет экспертиза и того 9000 рублей ложатся на его плечи казалось бы она ему надо конечно же нет но 9000 рублей он платит и всем этим делом заморачивается сейчас же он ждет независимую экспертизу то есть финальный вывод от нее после этого ему нужно за свой счет опять же оплачивать юристам за составление досудебной претензии в районе 5000 рублей естественно кто-то скажет то что это можно писать самому в общем ситуация следующий 5000 рублей за это дело возьмут юристы отправлять опять же этому человеку по почте и ждать от него ответа если он вдруг скажет ладно я согласен все без суда и следствия как говорится будем решать а это будет скорее всего вряд ли не то что скорее всего вряд ли 90 процентов что он сто процентов скажет отвали вот после этого ему нужно опять же составлять иск юриста за это берут там район пятидесяти тысяч для чтобы ввести дело под ключ составление иска выступление адвокатом суде опять же какие-то непонятные расходы которые ему нахрен не нужны и самое что здесь интересно эта ситуация может затянуться там на несколько месяцев на три месяца на 4 месяца почему пока до них очередь дойдет после чего они придут в суд человек придет скажет ой я заболел плохо себя чувствую перенесите вот он там будет пару раз там сколько три раза можно правильно переносить перенесет и только потом пройдет суд который ему скажет да ты виноват и выплачивай а дальше начнется самое интересное уже сейчас известно что человеку виновник дтп 2 официально нигде не работает соответственно что они с него возьмут они ему скажут ну давай какую-то минимальную сумму выплачивай а здесь на вопрос порядка 80 тысяч рублей но и сколько он будет выплачивать там год-два-три а сейчас самое интересное из-за чего вообще весь сыр бор а весь сыр бор из-за того что тут у этого участника есть осаго который он оплатил а у того участника нету вот и все и все самое интересное у него высокая машина он в него въехал вот эту жопу вся разбита а то практически ничего нет так какие-то царапины и представляете выгоднее на самом деле сейчас есть вообще без осаго если ты так где-то попал ну и чё ты оплатил там 400 рублей штраф а вот он теперь бегает доказывает все нужно собрать все документы в изложить эти все траты на него чтобы потом через суд сказали ему да вы должны выплатить там 170 тысяч ну за все за ремонт за юристов и так далее хочет задать вопрос она вообще надо нет конечно поэтому друзья когда вы передвигаетесь по городу и вдруг видите ниву трехдверху какую-то газель какого-то таксиста который нарушает право дорожного движения не надо с ним бодаться блять смотрите по сторонам максимально никому не жмитесь потому что не дай бог оказаться в такой ситуации просто замучаетесь бегать это ладно еще там наш автомобиль 2008 года но в любом случае владелец его любит цене для него это любимый автомобиль друзья ну и пару слов о нашем спонсоре канала автокод автомобиль 2008 года естественно интересная у него история когда человек его купил конечно же мы сказали все идеально пробег не скручен все родное потом уже в процессе выяснилось то что и пробег здесь скрученный и автомобиль участвовал в дтп но его ремонтировали официальные дилеры тем не менее для кого-то это имеет решающее значение на мой взгляд но если в дтп участвовать ремонтировали это уже минус скажем так поэтому по номеру автомобиля я прям вам сейчас показываю его историю оставляя эту историю в описании на всякий случай можете посмотреть и понять что любой автомобиль на вторичном рынке перед покупкой нужно проверять через автокод вы можете это сделать всего лишь за 349 рублей и только по гос номеру ссылка ждет вас в описании и бегать вот ему сейчас там морочится с этим ремонтом вообще неохота опять же пока суд не прошел это что получается ему есть разбитый жопа все почему-то он сейчас и сделать за свой счет придут они в суд а там скажут а вот мы не согласны там с этой экспертизы нужно еще раз провести а он уже сделал то есть потом получит так что сам виноват что сделал ремонт автомобиля раньше времени вот такая ситуация если вдруг кто-то из вас с этим сталкивался знает как это все правильно провести готов человеку помочь подсказать объяснить то что не нужны ему никакие юристы все это может делать самостоятельно обязательно пишите в комментариях либо пишите мне в личные сообщения буду рад вас вести ведь все-таки добрые дела нужно делать я же вам советую держать руль двумя руками не смотреть по сторонам а смотреть за дорогой всего вам хорошего подписывайтесь на канал подписывайтесь на инстаграм канала ну и будьте бдительны до новых встреч всем пока пока